Тереза Маленькая Иисуса. Она скончалась 23 года ей было. Тем не менее, когда папа Иоанн Павел II приехал во Францию, а она француженка, так, то там молодежь собралась. Как всегда, каждый визит папы – это очень интересное явление. Происходит невероятнейший ажиотаж. С ним едут десятки, а подчас даже сотни тысяч людей. Вся пресса буквально сходит с ума. Всё гремит, сверкает. Это что-то невероятное. Поэтому визиты папы, они имеют огромнейшее значение. Значение какое – это вопрос другое. Но огромнейшее значение для того народу, куда он приезжает. Там всё всклыхивается. Всё. Шум, гром. Невероятнейшее, что творится. Куда он приезжает, всегда создаётся очень сильная психологическая почва, благодаря которой, ну, люди, так сказать, которые ещё, ну, абсолютно ничего не знают, что там, какой там православие, католицизм, протестантизм, всё равно, как говорят, до люстры, не до лампочки, конечно, то для них уже вот это да! Ты смотри! О, как! Да, и это производит впечатление. Так вот, когда он был во Франции, то молодёжь встречался на стадионе, естественно. Да, молодёжь потребовала, потребовала от него, чтобы он их Терезу, Терезу, который скончал в 23-летнем возрасте, повысил рангом. У католиков, вы же знаете, что у них так, первая степень – биотификация, клику блаженных, потом канонизация, клику святых, затем уже высший чин, которого достаиваются немногим. Всё это посмертно. Да, учитель церкви. Ну, естественно, сами понимают, кто-то учитель церкви. Это люди, умудрённые особым уже, конечно, опытом, знаниями, мудростью и так далее. Папа пообещал. И в честь столетия со дня его кончины, она скончалась в 1897 году, значит, уже в 1997 году, он возводит её в ранг учителя церкви. Это, конечно, беспрецедентное совершенно событие, повидим, в истории вообще христианства. Потому что в православии, ну, в древней церкви, есть ряд отцов, которые названы великими. Их совсем не так много. В католической церкви это примерно одно и то же. И вот её как раз образ великолепно показывает нам, каково понимание христианства сейчас в Риме католической церкви. Уж сразу немножко настораживаю, что в 23 года учитель церкви, учительница, да, всех и всяк. Уже это вызывает, конечно, сразу вопрос, недоумение. Но посмите, что происходит дальше. Вам некогда читать, вы же не читаете. Некогда, поэтому я вам зачитаю. Только по этой причине. Во время собеседования, предварившего мой пострих, вот она пишет, я поведала о делании, которое намеревалась совершить в Кармелю, в монастыре. Вот какое дело у меня, на которое идёт человек, приходит в монашество? Допотопное монашество, которое ничего не понимает. Идут что? Ну, хоть немножко оторваться от этой суеты, от этой липнущей со всех сторон грязи, хоть немножко побыть с Богом, хоть немножко приучить себя молитве, хоть уединиться на что-то можно, да, хоть на сколько-то. Потому что все знаем, что если человек не совсем с ума сошёл, если не совсем сошёл с ума, то он знает, что всё-таки он грешный человек. И помолиться есть о чём. Что же пишет эта Тереза? «Я пришла спасать души, не душу, а души, и прежде всего молиться за священников». А себе молиться смешно. «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой и святой, ни больше, ни меньше. Я думала, что рождена для славы». Видите? «Я думала, что рождена для славы». И искала путей к её достижению. «И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору. И суть её в том, что я стану великой святой». Начало пути. На что нацелена вся мысль, вся душа, всё стремление человека. Вы подумайте только. Макарий Великий, утренняя молитва, «Боже очисти мя грешного, як уникали же, никогда же сотвори благое пред тобою». Пимен Великий, «Поверьте, братья, я буду ввержен туда, куда будет ввержен сатана». Сесой Великий, я специально Великих привожу, умолял перед смертью дать ему время на покаяние. Когда отцы говорили, «Тебе ли кается, отче?» Он говорит, «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему. Тереза, я встану великой святой». Потом она пишет ещё более откровенно. «В сердце моей Матери Церкви я буду любовью. Тогда я буду всем. И через это моя мечта осуществится». Вы слышите? Мечта. Вы, может быть, интересует кого, что это за любовь, о которой она говорит? Я вам прочитаю, чтобы вы знали. Всё настроено на любовь. Цитирую. Она пишет о своей встрече со Христом. Это было лапзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила, «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли всё. Этот день принёс не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Эта любовь требует комментариев? Не требует. Ну, слава Богу! Представьте себе, какой ужас! Религию в роман превратить! Да не живой роман, а своей мечтой! Это учитель церкви! Когда наш студент, кто-то из вас там в Риме сейчас учится, да, говорит, я попытался говорить с одним католиком-монахом, скажем, вместе они живут. Я говорю, как же такое у вас? Что у вас творят эти Терезы, прочее? Говорит, он замолчал. Наверное, минуту, говорит, молчал. А потом посмотрел на меня и ответил. Я не понимаю вас, русских. То есть, вы ничего не понимаете. Вот какой ужас! Какое там блаженно, чистое там сердце! Какой там борьба со страстями, с грехом! Какое там познание себя! Какое там, если хотите, смирение, проистекающее из познания себя! Я буду великой, святой! Я люблю! Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. О! Предел мечтаний! Вот беда! Можно подумать, что мы иронизируем. Нет! Это беда, достойная слез. Потому что вся церковь, вы учтите, ой, если бы это только одна вот эта бедная Тереза, девчонка, которая ничего не понимает, которая скончалась 23 года, у которой не было никакого ни наставника, ни учителя, и она вся в своем нереализованном, так сказать, женском влечении, вся попала в эти лапы. Нет! Это, оказывается, направление всей церкви! Всей! Я вам это продемонстрировал на примере вот нескольких святых. Вдруг ко мне подходит один человек, буквально вот недавно, говорит, Алексей Ильич, такой-то вот священник, в Москве я вам не скажу, говорит, Осипов стал препятствием, ставит все новые препятствия на пути воссоединения с нашими братьями-католиками. Я говорю, слава тебе, Господи! Хоть есть такое препятствие! Вы слышите? Оказывается, у нас немало людей, которые хотели бы воссоединиться с нашими братьями-католиками. Еще бы! Романы куда интереснее, чем борьба с своим ветхим человеком. Друзья мои, это нужно вам знать просто. А вы знаете, чем живут все монастыри? Католические монастыри? Все! Я не думаю, чтобы было исключение. Как-то мои кассеты попали в один из монастырей католических. И там молодежь, а ведь молодежь, она странная. Чего-то они наслушались и ушли оттуда, и потом написали мне письмо. И пишут такое. Оно у меня долго хранилось, не знаю, может быть, сейчас. Вы себе представить не можете, Алексей Ильич, что да, совершенно точно, в наших монастырях точно мы воспитываемся по книге «Духовные упражнения» Игнатия Лайолы. Сами они ушли оттуда. До сих пор Игнатия Лайолова в 16 веке жил. Это основатель ордена иезуитов. Чему он учил? Он писал, что его книг «Духовные упражнения» да такова, что даже Евангелие становится излишним, если есть эта книга. Чему же он учит? Вы только подумайте. Он учит, наставляет, даёт методические указания, как воображать себе Христа распятого, как переживать те страдания, которые он переносил, когда ему вбивали гвозди, какие жуткие страдания были у него при том, когда он был на кресте, как страдала Богоматерь. Всё это надо прочувствовать, вы слышите? Прочувствовать, попытаться, пережить это, насколько это возможно, вообразить себе всё это. Помните, когда я вам говорил о Франциске Осистского? Его основной подвиг может быть выражен одним словом латинским «компассио» – сострадание. Вот, оказывается, в чём они видят любовь ко Христу. Да я вам скажу, что если увидите вы, например, как кто-то терзает кошку, и у вас сердце застучит, мы можем сострадать даже кому угодно, страдающему, разве в этом любовь ко Христу меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Что мне проку? Кто-то говорит, да, да, я вас люблю, люблю, да, а я прошу сделать, он, нет, это я не могу. Я прошу тот, и этот, и всё, что ни скажи, он тебе дед. Кто же любит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А здесь вся речь идёт о чём? О сострадании, о переживании. Вся книга Игнатия Лайолы, духовные упражнения, наполнена призывами «Представь себе», «Вообрази себе», «Переживи» и так далее. Вот созерцание первого дня воплощения Бога Слова. Представьте себе, сама тематика какова. Я должен себе представить первый день воплощения Бога Слова. Что же я должен представить себе? Сидит молодая девушка, читает Библию, Священное Писание, вдруг является Архангел. Она испугалась и начинается воображать себе картины. Как это всё происходит? Как начинается разговор? Что дальше? Вообрази, вообрази, вообрази. И вот я сижу и воображаю и прокручиваю ролик уже не перед глазами внешними, а перед своими глазами внутренними. Этот ролик за роликом. То я прокручиваю в первый день воплощения, то я прокручиваю, как Дело Марии идёт в горнее селение к Елизавете, то я прокручиваю различные эпизоды из жизни Христа, то я прокручиваю, вообрази, вообрази, как Христос был на суде непрерывный фильм за фильмом. И этими фантазиями я живу, я это, кажется, переживаю, это называется духовные упражнения. Вы слышите? Какой ужас! Помните молитвы Франциска Осидского, когда он молил о двух милостях, чтобы дал Бог пережить ему страдания, которые Христос, страдания, которые перенёс, любовь, ради которой он сошёл на землю и так далее. Что творится? Вот этот чистый психологизм, чистое фантазирование в своём сознании называется духовной жизнью, духовными упражнениями. Сразу вам скажу, это не только полное отступление от всего тысячелетнего единого на Востоке и Западе опыта духовной жизни. Это полное попрание его. Об этом, об этом воображении, о мечтательности писал целый ряд отцов. Причём, оказывается, всегда это был интерес пойти по этому пути. Категорическое запрещение. Если не хочешь сойти с ума, потому что, вы знаете, можно себе до того крутить, если жить всё время, то уже человек теряет связь даже с реальностью. Он начинает путать реальность и своё воображение. Он действительно становится сумасшедшим. Это верный путь к тому, что отцы называли прелестью. Забыли это западные аскеты. Забыли святых отцов. Забыли эти предупреждения. Игнорируют это. Я вам скажу, это страшная беда. Вот, пожалуйста, я вам приведу хотя бы несколько. Нил Синайский, пятый век, преподобный, пишет, не желай видеть чувственно ангелов или силы или Христа, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам-демонам. Семеновый богослов, говоря о тех, кто на молитве воображает благо небесное, прямо говорит, это есть знак прелести. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат гласы ушами своими и подобные. Преподобный Григорий Синаид, я вам привожу, друзья, чтобы вы видели, о чем пишут отцы, напоминает, никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела или святого. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он, подвижник, из опасения прельщения не примет того, что даже от него исходит, но паче похваляет мудрого. Я вам уже говорил, что хотите узнать церковь, скажите, кто ваши святые? Святые – это кто такое? – это идеал, на который направляет церковь каждого человека, призывает, вот, видишь, святой, вот каким надо быть. Вот видите, каким надо быть? И вот нам говорят, видите, Терезу, вот каким надо быть. я пользуюсь случаем, чтобы сказать вам, вот я тоже учился, говорят, в академии, в семинарии даже, да. Я помню, нам читали курсы сравнительного богословия. Вы знаете, чем мы занимались? Все сравнивали вероучение и практику церковной жизни. вероучение и практику. И все. Самое главное абсолютно даже оставалось полностью вне взора. Вот то главное. Ибо духовная жизнь, вы поймите, помните, Патерик, много ли знали те трое, которые молились просто, чисто, отсидевали, трое вас, трое нас, помилуй нас. Много ли знаем мы с вами до чепуху? Любой богослов, что он знает? Вот каплю в мире, ты и то нечистый. Я же вам говорил уже, сатана все знает и остается сатаной. Самое главное, что есть в церкви, чем характеризуется церковь, и каждая, кстати, религия, это правильность духовной жизни. И вот здесь мы видим в Римно-католической церкви потрясающее отступление полный уход на путь прелести. Это, это должно являться самым главным предметом, если хотите, нашего рассмотрения, чтобы мы могли понять. А все вероучительные истины, они лишь постольку-поскольку. Да, некоторые вещи важны, некоторые, в конце концов, не столько. Но не они так искажают душу, как искажает, как искажает их неверное понимание духовной жизни, по которой христианин должен следовать, должен идти. Вот это пути жизни. Вот так, друзья мои, вот это тот момент, о котором мы с вами говорили, что многие понимают под христианством это искание вот этих вот духовных утяжений, духовных наслаждений, благодатных переживаний. Слушайте, я вам скажу, ну, вот пример, запомните, пожалуйста, когда человек тяжко страдает, вот боли у него, он что думает, о наслаждениях или о чем? Вот, зуб болит, и чего у тебя зуб болит? А-а-а! О чем он думает? Как бы вкусно поесть, что ли? Об одном только думает, как бы избавиться от боли. Вот о чем говорит православие. Мы глубоко повреждены все, нас не тронь, вух, ежики. Мы больны, вот, нервы обнажены, как в зубе. Вот о чем говорит православие. Исцеление нам необходимо. Там ни о каком исцелении речь не идет, о наслаждениях божественными дарами. Вот в чем коварная ошибка. Другой пример привожу. Острый аппендицит. Беда, если человек будет все более утоляющими, наркотическими таблеточками утолять свою боль. Погибнет. Операция нужна. В православии говорит, что задача человеческой жизни заключается именно в исцелении души, а не в искании этих наслаждений и блаженств. Вот так, друзья мои. Вы видите, оказывается, насколько это сильное извращение христианства? Какое понимание христианства? В чем видит его цель? В чем видит его сущность? Это страшная беда. Беда, которая поразила все западные христианства, я вам скажу. Вы не думаете, что только католики? Протестантов то же самое. То же самое. Они только и ищут вот этого. Этих всех переживаний. Этих духовных наслаждений. Кто только что может. Так рождается вот этот ложный мистицизм. Когда попытка проникнуть в тот мир и получить оттуда какие-то неизъяснимые наслаждения. Я уже говорил вам и о том, что и у нас творится. Вы теперь не плюете на землю? Нет? Смотрите. Будьте осторожны, потому что бес узнает ваши мысли. И тогда все вам капут. Ну, хорошо, друзья мои, да. Вот вам религия любви и духовных наслаждений. Я уже говорил на Харалампе. Сказал вам, да? Как теперь молитву Иисусу? Вы все так делаете? За один док-выдох сколько? Триста. Триста? Переплюнули? Это уже гордыня слушайте, правда? Да? Сам Харалампе только сто, ну двести, а тут уже триста. Небось, на Афон собирается не иначе. Вот так. Да. Ну, есть еще некоторые вещи, о которых, может быть, стоит сказать. Вот я вам сказал, что вот от Харалампе на Афоне. Можно подумать, что здесь уже так Афон совсем, мол, с ума сходит. Ничего подобного. Всюду есть люди заблуждающиеся, и всюду есть люди, я вам скажу, трезвые. Да, и я вот хочу вам сейчас сказать еще об одной вещи, которую вам надо знать также, на которую обратить внимание. Речь идет о другой книге, тоже Афонита, вот, но уже не Харалампе, а не кто старец Порфирий Кавсо-Калевит. Вот, я вам говорил о нем или нет? Я не помню. Не говорил, да? Вот. Порфирий Кавсо-Калевит. Кстати, книжка эта даже продавалась, смотрю, у нас. Странно, но факт. Ну, во-первых, сразу для его характеристики, скажу вам. Он молодой юноша, все, узнал, что есть вот такой-то, какой-то великий старец, который ходит в эту церковь, какую-то церковь, да, и он раненько утром туда и спрятался. Этот старец приходит, молится, его не видит, и потом уходит. И этот молодой человек, Порфирий, выходит оттуда и говорит, я точно узнал, точно увидел. Этот старец передал мне дар непрестанной молитвы и прозорливости. Это, если хотите, почти начало книги. Вы слышите, оказывается, кто передает? Не видя его, не зная, и даже, в принципе, человек передает ему дар. Слушайте, я знаю, что колдуны передают, но чтобы какой-то старец мог передать другому дар прозорливости или непрестанной молитвы, никогда в истории церкви таких вещей не было. Но что дальше? Что дальше этот Порфирий пишет? Есть два пути к Богу. Один путь – это путь борьбы со страстями, путь трудный – дай кровь, прими дух. Но есть другой путь, легкий путь – любви к Богу. Я иду этим путем и вас призываю к тому же. Каков этот легкий путь? Не боритесь со злом в себе. Не боритесь с искушениями. Не боритесь с грехом. Любите Бога. Если у кого эта книга есть, страница 204, я даже запомнил. Это что-то потрясающее. Где там меня любит тот, кто исполняет заповеди мои? Оказывается, просто люби Бога. Вы слышите, Тереза маленькая, младенца Иисуса, и Порфирий современный. Я, вы знаете, уже... Меня настолько разумновалось. Я беру книгу, переворачиваю, последнюю страницу прочту. И совсем плохо. Закричал – дайте аверьянке. Пишет. Он на острый Патмос. И там видит Иоанна Богослова, его ученика Прохора, и весь апокалипсис точно так, как это было. А в подтверждение истинности своего видения он говорит, я услышал голос Христа из расщелины скалы. После этого я закрыл уже книгу, говорю, все, со мной плохо. Я не знаю, вы чувствуете, что это такое? Но учтите, я вам только что говорил, чем живет католическая церковь, да? И мы все, кажется, понимаем, что творится. Вот этот старец Порфирий Кавсоколевит, это уже практически, еще не канонически, а практически канонизированный святой. Вся Греция на него молится. И я подумал, еще бы, вот бы мне такого духовника. Не бороться ни с грехом, ни с искушениями, ни со злом, просто любить Христа. Правда, что это такое просто любить, я, правда, не знаю. Да. Когда его спросили, батюшка, вы как к святым отцам относитесь? Он говорит, ой, я люблю их, но признаюсь вам по совести, я их никогда не читал. Все. Все было ясно, что происходит. То, о чем приходится постоянно говорить. Самое страшное, что произошло тысячу лет на Западе, это происходит теперь здесь. Полностью игнорируется опыт, опыт святоотеческий, истинный опыт духовной жизни. Вы слышите? Полностью игнорируется. И по поводу вот этих вот описаний, которые этот Порфирий дает, или Харалампий дает, прямо же святые отцы, прямо говорят черным по белому. Даже те же афонские монахи, вон я купил книжку, советы, отеческие советы афонского старца Ефрема, Мураитиса, здесь же, здесь же купил. Хорошая книга. Вон что пишут, тот же, такой же. Подвязайся, чадо мое, подвязайся, а не просто люби Богу. Ибо путь Божий узкий и тернист. Не сам по себе, а по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а лицо покроется потом. Руки истекать кровью. Да кровью борись! Уступками не давай пищи своим страстям, потрудись теперь, сколько можешь. Ибо со временем, если страсти останутся без надзора, прям как бы прям порфирию, прямо говорит, останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Но если теперь будешь сражаться со страстями законно, как тебе советуют, то освободишься. Вот эта книга, «Отеческие советы» от современного, тоже афонский старец Ефрем Мороитис, да, решительно противостоит. Бороться надо. Если хотите до крови бороться, действительно, как говорили отцы, дай кровь, прими дух. И вдруг нам не боритесь, оставьте все это, идите легким путем любви ко Христу. Вы видите, начинается соединение, действительно, с католичеством. Соединение? Где? Нет, не в верхах, не церковное руководство. Нет-нет. Духовное соединение начинается. И это, я вам скажу, самое страшное. Ибо Дух творит себе формы. Там, где объединение духовное, там будет и вероучительное. Там, в конце концов, все вероучительные разногласия скажут, не будем обращать на них внимания. Все это пустое. Главное – объединимся в любви. Вот, друзья мои, вот это все имеет очень большое значение для всех нас. Это надо нам обязательно твердо помнить, что источник вот этих всех исканий – это мечтательность, это прелесть, как говорят святые отцы. Святитель Игнатий Бринчанинов предупреждает, зачитаю вам, тщеславие, правильно, тщеславие, стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен, не способен по нечистоте своей, а за недостатком истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, учтите, бывают духовные сладострастие же, то есть искание этих сладостей, а сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные, ложные утешения, наслаждения, упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. И главная причина, опять повторяю вам, полное забвение, нежелание и исключение святоотеческого опыта духовной жизни. Есть еще, друзья мои, два момента, или, если хотите, два варианта неверного понимания христианства. Одно из них – это понимает христианство как сумму вероучительных истин, что, оказывается, христианство – вот это что такое, это новое учение о Боге, новое учение, если хотите о спасении, и так далее. То есть, вот это сумма вероучения. Христианин тот, кто знает, вы знаете, он знает. И когда мне, например, говорят, ты что ж так делаешь? Я отвечаю, я знаю, я знаю. Жуль, знаю, что так нельзя делать и без тебя. Но я же знаю, и теперь я могу все делать. Мы уже с вами говорили, лучше всех все знает, известный джентльмен с рогами и копытами. Уж он действительно знает и остается им же. Глубочайшее заблуждение, которое особенно поражает, конечно, я бы сказал так, ну, интеллигентский, интеллигентский слой богословов и вообще интеллигенции. Я знаю. Я изучил богословие. Я знаю, кажется, святых отцов. И что проку от этого знания? Это опасность очень большая, я вам скажу. Когда человек, кажется, знает, кажется, приобретает знание, кажется, его компьютер, компьютер забит какой-то там информацией. забыли сущность религии. Разве в этом, в знании самом по себе, вот это глубокое непонимание сути вещей. Ну, и еще об одном скажу вам. Тоже вещи тяжелейшие, я вам скажу, которые поражают особенно простой народ. Это понимание христианства, я бы сказал, как религию определенных обрядов, внешних правил, запретов, предписаний. Вот. Одним словом, нового закона Божия. Надо вот так делать, вот так и вот так делать. Вот это нельзя, это делать. Вот это можно, это нельзя. И так далее. Вот эти вот чисто внешние вещи. Пожалуй, это самое распространенное и по количественному, если по количественной характеристике, это наиболее серьезное, может быть, заблуждение в отношении понимания христианства. Когда они сводят его к чему? К закону Божьему. Вы же понимаете, о чем я говорю? Почему конфликт произошел такой тяжелейший у Христа с элитой иудейской, с носителями, знатоками и исполнителями, слышите? И исполнителями закона Божьего. Что понималось под законом Божьим? Совокупность всех предписаний поведения человека. Вот, Совокупность всех предписаний внешнего поведения церковного поведения человека. Что можно, что нельзя, какие жертвы, да, можно, какие нужны, сколько просвор, какое запоминание, не перепутайте за здравие или за упокой. То, о чем я говорил, как креститься, как ходить и все прочее. Вот эта совокупность внешнего, вот это обращение все на внешнюю сторону. Эти ИННы, паспорта, там, я не знаю, переписи, все вот это. Этого нельзя делать, того нельзя делать, это опасно. В этом видит суть. То, что является второстепенным или даже третьестепенным, это возводится на степень первостепенной значимости. Ужасно! Вы знаете, почему это ужасно? Первое. Исполнение всех этих внешних вещей нисколько не очищает душу человека. Это, само собой, разумеется. Мои страсти, какие были, те и остались. Я все исполняю вам, хожу в церковь, присутствую за богослужением, так сказать, исповедуюсь, конечно, причащаюсь, посты соблюдаю, ну, что еще там нужно? Ну, все делаю. И каким я был, таким остался. Ой, так ли? Нет, не так. Второе, еще более ужасное, я же исполняю, а они, вон, сидящие, устроились, а они что делают? Вон, триста молитв Иисусова, конечно, придумал. Да. А они что? Я надеюсь, вы запомните на всю жизнь и после второго пришествия будете помнить фразу Феофана Затворника сам дрянь дрянью, а все твердит, несь, вяк уже прочие человецы. Самого не тронь, пойдет вонь, а он превозносится, я же исполняю все, не как эти прочие. Вот ужас! Это законно-обрядовое понимание христианства часто человек делает буквально сатаной настоящим. Да, да-да, слышите, не меньше кто Христа распял, а они вот эти лжеправедники, которые исполняют весь закон церковный и становятся врагами самой истины, врагами самого Бога, вплоть до того, убить и Лазаря, вот до какого ужесточения, до какой злобы доводит их эта гордыня исполнения христианства. Я вам скажу, друзья мои, что вы будете и священниками, и проповедниками, ради Бога говорите об этом. Говорите об этом. Говорите о том, что вот эта внешняя и вся сторона церковной жизни, она может иметь значение только тогда, когда главное внимание обращается на свое духовное состояние, духовное устроение. Здесь какая еще беда? Человек, который придает значение этой внешней своей деятельности, он само благотворение даже, которое, если он делает, само милосердие, которое наказывает другим людям, оно превращается для него в орудие самоубийства. Почему? Вот я какой! Без правильного взгляда на христианство, на ту суть христианства, о которой мы с вами говорили, вот это внешнее, внешнее исполнение церковных предписаний, внешнее доброделание, внешнее благотворительность, вот это само богослужение, участие богослужения, совершение богослужения. Ох, об этом как здорово! Писал Игнатий Бринчанино. Само внешнее вот это совершение богослужений, при котором нет, нет ни внимательной молитвы, ни внимания за своими страстями, когда всего этого нет, то губит человека. Запомните замечательные слова Исаака Сирина. Воздаяние, то есть, если хотите, спасение, спасение, получение Царства Божьего уже здесь, здесь, на земле, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Вы слышите? Напрасно все! А мы чему придаем часто значение? Восхваляем и не знаем, что делаем, а посмотреть внутрь не можем, что происходит с человеком, делающим это. Вот это вот, друзья мои, это самое, пожалуй, может быть, серьезное, серьезное, о чем мы должны знать. Игнать Брянчанина в одном из писем, говоря о молитии, предупреждает. Сегодня я прочитал то изречение великого Сесоя, которое мне особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему, Сесой, великому, я нахожусь в непрестанном памятовании Бога. Преподобный Сесой отвечал ему, это невелико, это невелико, даже непрестанное памятование Бога, то есть непрестанное молитвы, слышите? Это невелико, велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. И дальше продолжает Игнатий. Высокое занятие непрестанное памятовании Бога. Но эта высота очень опасная, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения. Теперь вы понимаете, понимаете вот ту совершенно парадоксальную ситуацию, с которой сталкивается каждый человек, который читает Евангелие. Совершенно парадоксальную и непонятную даже на первый взгляд. Евангелие наполнено тем, что Христос постоянно обличает кого? Тех, которые по закону Моисееву были ревностными исполнителями, святыми, праведными. И нигде нет ни одного обличения убийц, воров, прелюбодеев даже и так далее. Нигде нет одобрения, естественно, сами понимаете. В чем дело? Это же просто невероятно. Если мы послушаем наши проповеди, мы кого обличаем? Совершенно ясно. Ничего нет. Все. Весь гнев его праведный обрушен против именно этих праведников в кавычках. Гробы окрашенные, змеи, порождение хитнины. Что такое? Причина, друзья мои, очевидна. Очевидна. Она познается вот из этой самой сути. Оказывается, если мы говорим, что воздаяние бывает не добродетели, а смирению, то и осуждение прежде всего бывает даже не самим по себе этим грехам, а гордыне, самомнению, из которого в конечном счете проистекают эти грехи. Более того, скажу вам серьезную вещь. Человек, который споткнулся на чем-то и совершил действительно деяние тяжелое, он это видит всеми своими глазами, он это переживает всей своей душой, он видит, какую гадость он совершил и какое преступление. И другие это видят, и он, видя это, понимает, кто он есть. Уж тут не скажешь, что я хорош. Первый в рай вошел разбойник. Почему? Что, за свои злодеяния, что ли? Вот я вам и говорю, вот это изумительные, изумительные слова Исаака Сирина, они же и наоборот читаются. Даже не сами по себе грехи это тяжкие губят человека, а потому, вот, и оказывается, и самое страшное зло – это гордыня и самомнение. Вот, оказывается, где корень всего. Он именно губит, а эта гордыня тем больше проистекает человеке, чем меньше он занимается своей душой. Чем меньше, если хотите, познает себя, чем меньше таким образом смиряется. Действительно, смирение, проистекающее из познания себя, кто я есть, когда меня не тронь ни с какой стороны, оно только дает человеку возможность трезвого взгляда на себя. Поэтому в Евангелии встречаем совершенно парадоксальную картину, которую вы нигде не найдете в Ветхом Завете. То есть, ну, не совсем нигде. Пророк Давид здесь потрясающе, если хотите, исключение. Но это он сам. А учение, да, пожалуй, мы нигде не найдем. Христос не осуждает грешников. Иди, и я, и больше не греши, и я тебя не осуждаю. Даже говорит он. Только иди, впредь не греши. Он увидел ее состояние глубочайшего раскаяния. Вот, смотрите, друзья мои, если хотите, в этом, опять-то, мы соприкасаемся самую сутью христианства, самой сутью. Неправедники в кавычках войдут в Царство Божие. Не они, а вот те грешники, то есть, которые видят себя грешными. Я вам скажу, удивительный факт, на который стоит обратить внимание и стоит запомнить. вот спроси, кого угодно из нас, грешный, ну, грешный, да. Конечно, грешный, ха-ха, а кто не грешный? Еще посмеемся. Да ничего мы себя не чувствуем грешными, я просто знаю, что я сделал вот то-то, то-то, но чувствовать себя грешным, ну, подумайте, да нет, я себя грешным не чувствую, я, в общем, ничего, да нет, я даже хорош, я это чувствую. И обратите внимание на состояние великих святых. Я только что вам приводил. Тот же Макарий, тот же Сесой, тот же Пимен, а они великие святые, кем себя видели, кем себя чувствовали? Грешниками. Вы теперь поняли, кто действительно соединиться может с Богом? Спасение – это единение с Богом, Духа Человеческого с Духом Божьим. Где и как может произойти это соединение? Мы с вами еще будем говорить, вот скоро подойдем, православные учения о Боге. Говорю вам, Бог есть величайшее смирение. Греческое слово кэносис, то есть уничижение. Бог соединяется со смертной человеческой природой. Соединяется так, неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно соединяется с Ним. До предела, до креста, то есть показал образ потрясающего смирения, оказывается, христианский Бог. Вот Он где, вот где мы соединяемся с Богом в смирении. Кстати, ну, будем говорить об этом, что это совершенно немыслимое учение с точки зрения всего нехристианского, нехристианского сознания, что в Бог есть смирение. Извините. Это извините. Это уже вы слишком. Только в христианстве найдете это. Теперь понимаете, почему только здесь мы можем с Богом соединиться, не там, летая вверхах, здесь, вот Он оказывается где. Он стучит, все стою при дверях и стучу. Слышите, как нищий, как нищий стучит, подайте Христа ради, стучит в дверь. Что мы ответим к Христу, который стучится к нам. Вот, оказывается, где мы можем соединиться с Ним. Вот почему спасение возможно только для того человека. Вот почему христианство только в этом состоит. Вот. А не в исполнении какого-то внешнем самом по себе исполнении закона. Все это внешнее является только одним из вспомогательных средств к приобретению смирения. И если этого не бывает, бессмысленно тогда все наши стояния. Все наши стояния, все наши крики к Богу, как на горе Хариев, все вопли, все чтения и так далее. Бессмысленная трата времени тогда. Кстати, как жалко, что мы годы тратим бессмысленно. Сколько в церкви бываем и бессмысленно. Друзья, мы еще раз слушайте, пожалуйста, послушайте, постарайтесь во время богослужения не проводите время даром. Приучайте себя к краткой молитве Иисусовой, но произносить которую надо с полным вниманием и обращать к Христу, то есть благоговением полным и с покаянием. Приучайте себя к этому. Если вы к этому себя приучите, вы увидите тогда, какое благо вы приобретете в жизни. Вы постоянно тогда будете получать Божьи благословения во всех своих делах. Вы будете независимы от мнений человеческих. Вы приобретете мир в вашей душе. Вы приобретете надежду на Бога. И знаете, чем мы отличаемся от язычников? Тем, что мы знаем, что бы с нами не произошло, это есть самое лучшее. Ибо я возлагаю надежду на кого? На любовь и премудрость, на того великого врача, который готов дать мне только благо и больше ничего. Язычник не знает этого. он ищет, кто это подставил ему ножку, кто его оклеветал, кто-то ему сделал то-то и то-то. Какая беда! Бедный и страдает. А мы знаем. Да, врач иногда делает и операцию, но мы еще деньги ему заплатим. Правда же? Конечно! Какое великое благо! Не тратьте времени. Постарайтесь за службу сказать, ну, я вот хоть десять, хоть десять молитв, молитв Иисуса, их над всей души сделаю. Слышите? Постарайтесь. Положите правила просто. Положите. Вот я за эту всеношную десять. Ну-ка, попробуй. Надо приучать себя, иначе бессмысленно все это наше обучение. Я вам скажу, бессмысленно. Дьявол лучше всех нас с вами знает. Тут вот мы имеем или вас вы кроткие или не кроткие? Вы еще не кроткие, нет? Вы называли восточных отцов, писавших против воображения и молитв. Есть ли такие предостережения на Западе среди латинских отцов? На Западе, я вам скажу, были, были. Вот той же Катарина Сиенской, которая ходила по лужайке по скверу и там часами проводила время. Ее предупреждали, опасались, что она находится на пути прелести. Да, были даже дискуссии, но в конце концов странные вещи. Да, они сдались, а не она. Лютеру тоже один писал, очень хорошие письма писал, предупреждал его. Потому что Лютер, вы знаете, что с ним случилось? Он же подвязался, вы знаете, он сначала был очень искренним монахом. Он прям подвязался изо всей силы и слушайте, и ждал. Господи, я уже подвязаюсь, где же дары-то? Где же благодать-то? А благодати нет. А благодати нет. Он не ест, не пьет, не спит, а благодати нет. Вот это его привело в недоумение. Он пишет своему духовному отцу. Тот его предупреждал и говорил, вы знаете, любопытно, что примерно в духе святых отцов. Ведь не сразу иссякла эта традиция, это, или это понимание христианства, оно иссякало постепенно. Вот ведь беда какая. Находились еще люди, которые еще обращались, видимо, и вспоминали этот великий опыт святых. Но сейчас я не знаю, есть ли, когда сам Папа говорит, мы должны гордиться, что мы можем приступать к Евхаристии. Так что, когда идете к чаше, поднимайте нос кверху. Вот так. Это будет просто великолепно. Ну, на этом я кончу, пожалуй. Самое лучшее научение.